Привет, зритель! Деликатная тема. Я думаю, у каждого есть своя деликатная тема. Большинство людей сами по себе вежливые и воспитанные. Я помню, у меня были какие-то ролики в прошлой квартире с подобным освещением, ну, такой полутёмкой. Я очень старалась передать подобную атмосферу. И у меня даже тут есть коробочка, которая практически год стояла и ждала, когда же я её распадроню, частично выкину, частично сложу и освобожу саму коробочку. Она очень долго ждала. Но до моего 36-летия она не доживёт, к сожалению. Я решила сегодня записать АСМР, который, возможно, сподвиднет многих, а может, не очень многих. Ну, по крайней мере, мы узнаем с вами, сколько у меня зрителей и подписчиков, и тех, и других, которые покажут себя с не совсем той стороны, как ожидалось. В общем, если вы не любите АСМР, но вам очень интересно, знаю, как минимум одного человека, кому, ну, прям вот что я там такое подготовила, что у людей пуканы, возможно, взорвутся, то просто фоном слушайте, не обязательно в наушниках. А если любите, ну, я надеюсь, вы словите мурашки ещё попутно. Я очень давно не писала АСМР, лицом в камеру, тихим голосом, при этом с шуршанием. Обычно я как-то это делаю руками. И у меня перед этим ещё перед Новым годом эта идея созрела. Но я подумала, что, возможно, кто-то будет за меня переживать, как другие воспримут то, что я сейчас хочу преподать в этом ролике, информацию ту данную. И как бы Новый год будет у людей спорчен. Поэтому я хотела с хорошим настроением встретить Новый год. У меня даже прогресс. Я перестала практически матюгаться. Плохо воспринимаю мат от окружающих, когда его вижу в тексте, пытаюсь его избегать или закрыть вкладку. Обычно я с телефона читаю какую-нибудь информацию, чаще всего во время бессонницы. И на Новый год я была очень счастливым человеком. И я вернулась в то время, когда, допустим, была в детстве. Вот в детстве Новый год, на моё 15-летие Новый год, как-то так. Поэтому я решила, что сейчас уже как бы все встретили свой Новый год практически. Ну, по крайней мере, с 31 на 1 он уже случился. 31 декабря на 1 января. То можно уже вроде как записать. И после этого я планирую записать уже всё этот ролик о канале, про который я периодически упоминаю. Где-то даже пишу, что у меня такие идеи есть. Он у меня ещё, наверное, с октября месяца идея пришла его записать, если не сентября. Может быть, с конца сентября. И, возможно, даже сделаю стрим внепланово. Может быть, даже завтра. Ролик я сегодня планирую этот и смонтировать. Возможно, какой-то звук был. Это я ногу на ногу закинула. Я даже не очень представляю, как говорить и шуршать. Может быть, надо шуршать, а потом говорить. Ну, такая тема. У меня один человек отговаривал от этого. А один человек, близкий родственник, мне вообще предложил это озвучить на мою какую-то жалобу, чтобы просили там что-то купить, обозреть. И как бы мне это особо не надо. Или купить, заказать, обозреть, съесть на камеру. Бывают такие запросы. У меня не столько много денег, как многие думают. И особенно в последнее время, когда я как бы неофициально, неофициально, или очень мало шабашек, которые оплачиваются наличкой, деньгами в смысле, и именно деньгами, не каким-то бартером. И на данные последние года полтора очень мало денег просто самих по себе, потому что нет какой-то конкретной работы. И теперь тема. Есть люди, которые считают своим долгом. Возможно, это всё-таки, наверное, я сделаю, где-то поговорю, где-то пошуршу. А потом в ролике отмечу. Вот здесь я шуршу, можете слушать шуршание. Вот здесь я говорю, можете про вот эти куски, можете глянуть и посмотреть. Для тех, кому просто тупо интересно, что я тут утирать сейчас буду. Чтобы и мурашку словили. И информацию получили. Есть люди, которым очень интересно, они считают, что это своим прям долгом жизненным. Раз в сутки, наверное. Спросите, а на что ты живёшь? Я считаю, что это вообще может задавать близкие родственники, там близкие люди друг к другу, с целью только, если хотят финансово помочь, вложиться, переживают и как-то так. У меня, возможно, камера периодически теряет фокусировку. Возможно, именно из-за этих вот оконьков сзади. Но я думаю, тут как бы все знают, как я выгляжу. Если не знаете, то у меня там есть ссылка даже на ВКонтакт. Если вдруг забыли, как я выгляжу, вот лицо моё, да. Вообще кот сидит, вы его не видите. Но я надеюсь, он не будет шуметь. Хотя, если он пойдёт сзади, я его словлю. Такой момент, я, знаете, очень редко, крайне редко интересуюсь у людей, сколько они получают, какая у них зарплата у пожилых людей, какая у них пенсия. Пенсия бывает не всегда у пожилых людей. Или там какое-либо пособие. Мне, в первую очередь, совершенно это неинтересно. Я считаю, что это ниже моего достоинства узнавать людей. Это даже не с достоинством дело, это невежливо, в первую очередь. И как бы неуважение, это вторжение в личную жизнь, в частную жизнь. Если человек хочет, он сам про это скажет. Если человек не говорит, значит, он не хочет этого делать. Я могу поинтересоваться у своего друга, хватает ли ему денег на данный момент, если он купил какую-то вещь, и вот у него зарплата какая-то определённая. И, допустим, доплачивает ли ему за его переработку. Чисто из интереса, чтобы узнать, хватает ли у человека денег на жизнь. Если не хватает, я в первую очередь предложу, если у меня есть возможность помочь. Ловила себя несколько раз на такой мысли даже в действиях. Но считается, что женщина, мужчине не должна помогать. И не все девушки принимают, допустим, такую помощь от других девушек. Это вот в тему такую. Но если вот так, чисто из праздного интереса, даже будучи, допустим, вдруг бы я была зрителем, у какого-то блогера спрашивала бы, сколько вы получаете, сколько вы получаете с рекламы, где вы работаете, кем вы работаете и тому подобное. Я считаю, что эти интересоваться, только если вы вдруг друзья какие-то близкие, так вам просто интересно, и вы знаете, что человек учился на такую-то профессию, но, возможно, работа кем-то иным. Это чисто вот дружеский такой интерес взаимный должен быть, без какого-то подоплёки. Обычно такие вопросы задаются, я даже не знаю, с какой целью, чисто, видимо, из праздного интереса, когда спросить ничего не знаешь о чём, поговорить не знаешь о чём, а, видимо, очень хочется. Либо, когда знают ответ и хотят как-то унижить человека, обидеть, задеть и так далее. Почему-то очень считается, вот сколько я себя помню, часто, 90% считается, что вообще меня очень напрягают некоторые звуки у меня, но я заметила, камера их не всегда ловит. Возможно, у меня с тапки с ноги упадёт, пардон, с тапки нога выпадет. Я её сейчас аккуратно сниму, другой тапкой с ногой, чтобы не было громких звуков. У меня там как бы как первый этаж, и именно вот в этом районе, я не знаю, как в двухэтажных домах, но в пятиэтажках, в четырёхэтажах я тут, я хоть уже полтора года живу, но недавно осознала, что тут 10 двухэтажных домов, 3-3 подъездные и 7 двухподъездные, но я думала, что их на один дом меньше. Так что я не знаю, возможно, тут всё-таки где-то есть четырёхэтаж, как просто я невнимательно смотрела. В общем, в таких вот домах на первом этаже слышно, как смывают воду на втором. Потом кто-то тут долбится стабильно, иногда и в два ночи, но у нас сейчас около восьми. И суть такая, что я слышу эти звуки в силу того, что у меня хороший слух. Но я знаю, что камера не всегда их может услышать и засечь. Поэтому меня это тоже слегка волнует, ну, если что, я потом их отдельно посрюшу. Пошуршание. У меня ещё как-то вот так умудряюсь. Кот спрыгнул с пианино. Благо, не так громко, как я могло быть. Я ещё тут умудряюсь простужаться в последнее время. Не знаю, как. Что-то вот надо что-то делать. Но разговор сейчас не о простудах и болячках. И я считаю, что не надо выпирать на первый план болячку. Болячки выпирают на первый план те, у кого вот, ну, уже просто нечего выбереть. Те, кому нечем похвастаться. Те, у кого нет никаких-то достижений. Разговор о деньгах, работе. Почему-то считается, вот ещё раньше был такой момент, что если человек работает, то он человек. Если человек не работает, то он не человек. Но именно слово «работа» воспринимается как вот, ну, бюджетная организация там на заводе, в библиотеке, в школе ещё где-то. Или частная организация, где ты работаешь на какого-то хозяина. Как-то не очень хорошо, я заметила, относятся, если ты частный предприниматель, сам на себя, ну, как-то менее хорошо. Вот у меня есть несколько родственников, которые сами на себя работают по профессии, по той, где они, допустим, раньше работали как бюджетная организация. Считается так же, что если девушка, просто про мужчин я редко слышала, занимается проституцией, то это очень плохо. При этом, как бы, любой труд, считается, должен оплачиваться. Вот у меня была подруга, лет 15 назад она была проституткой. Я не знаю, где она сейчас, чем занимается, но её многие осуждали, и я почему-то поддерживала. Не потому, что я, допустим, ну, там вообще какая-нибудь, даже не знаю, с чем сравнить. Мне кто-нибудь, возможно, скажет в комментариях, что когда там Марина Морлок меня зазывала куда-то к чёрту на куличике, чтобы я к ней приехала, но у неё такой прям канал, на мой взгляд, между ажиотажем и похабщиной, вульгарная, да, такой, вульгарная такая девушка, по большей части не знает, для чего она всё это делает, может, ей хочется внимания, может, ещё чего-то. И вот я не поехала к какой-то там Марине, но оправдываю, даже не оправдываю, нормально воспринимаю девушку, которая у меня была вот в подругах, знакомая, занимавшаяся проституцией. Я помню, она мне и моей тёте всё время говорила, что когда-то там, вот, представляете, мне там денег столько-то заплатили за вот это и вот это. И мы ей, ну, типа, вот можешь себе купить одежду или ещё что-то. Почему-то считается, что если человек работает на дому, то это, ну, не совсем как-то так. Вот ещё, наверное, ниже опускается, я просто заметила по общению с людьми, вот, бюджетная организация или работаешь там на какого-то дядю, да, ну, на какого-то частника. Неофициально считается, официально на бюджетную организацию, неофициально, значит, на кого-то там. При этом, если это кто-то там много чем владеет и у него там много сеть магазинов, то это нормально. И ты работаешь на этого человека. Если ты сам становишься частным предпринимателем, то это как-то частично осуждается, ну, типа, что это за работа, то-сё, какие-то обсуждения идут. Если ты работаешь на дому, то это тоже как-то, допустим, программисты, а, да он ничего не делает, он сидит там в компьютере и играется. Тоже такой вариант, как бы, нижняя уже такая ступень. И ещё момент, что если человек живёт на пособие, вот, допустим, после ДТП у меня жизнь слегка переменилась. Я потеряла маму, у меня получилось так, что я осталась совершенно без родителей, но у меня были родственники другие, чуть менее близкие, чем, допустим, родители, но тоже всё-таки были родственники. Я стала получать пенсию по потере кормильца. Вот у меня у подруги брат есть, и мы с ней как бы общаемся, да, вот, и на тот момент, когда мы с ней познакомились, у неё где-то через полгода погибает отец, в семье остаётся младший брат, который получал пенсию по потере кормильца. И почему-то считается, если мальчик получает пенсию по потере кормильца, это нормально, если девочка, то это уже как-то не так. Может быть, мне повезло на таких людей, которые это осуждали, кто-то воспринимал это нормально. Ну, с другой стороны, если ребёнок получает пенсию, социальную выплату по потере кормильца, это считается нормально. Если человек, грубо говоря, сейчас скажу эту страшную фразу, я знаю, что на секе меня это обсуждали, что туда-туда, в общем, на этот форум приволок эту тему один товарищ из Реала, кто там ему настучал, уже пусть будет дело третье, так же, как сама эта тема у Насика в своё время родилась, тоже от одного. В Реале мы с ним не пересекались, но я примерно представляю, кто и сколько людей туда из моей реальной жизни приложилось. Почему-то считается, что если человек инвалид, то он не человек. Это я уже обсуждала, поднимала эту тему в каком-то ролике Мукбаге. И мне даже какой-то сказочный землякоп писал с Украины. Я не против Украины, у меня совершенно фиолетово на территориальное нахождение моих зрителей. Можете считать, что мне пофигу, увидя там самовлюблённая эгоистка. Можете считать, что я просто очень вежливый и воспитанный человек, которого не волнует территориальная, национальная и прочая предрасположенность и так далее. Даже не знаю, как слово сказать. Может быть, я его бы сказала поумнее и круче, но сейчас у меня в голове чего-то его нет. Этого слова нужного. Помню, я написал после того ролика какой-то мужчина и решил, что раз он инвалид, а я хорошо отношусь к инвалидам, то я обязана его содержать. Я не стала ему говорить, что мы с ним родственники. Страшное слово. Я знала, что мне это всё равно когда-то придётся сказать. На самом деле, мне просто очень достала эта тема, что на что ты живёшь, ещё с таким. Можно спросить с нормальным контекстом, нормальным отношением, нормальной интонацией. Можно спросить так, что ты как бы унижаешь человека и человеку становится неудобно. На самом деле, я очень долго стеснялась этого статуса. Когда мне 18 лет после кучи обследований дали направление на ВТЭК, и мне 7 лет подряд потом продлевали эту чёртову инвалидность, у меня вторая группа, она рабочая. При желании я могу работать в том числе и на бюджетную организацию. Вот я это сказала. Я получаю пенсию по инвалидности. Вторая группа у меня 13 200, что ли она, 13 200 в месяц я сейчас где-то так получаю. Конечно, я могу точную сумму назвать. Кто-то может сказать, что типа этого хватает на жизнь и тому подобное. Я считаю, что я живу по средствам. Я, конечно, стараюсь на что-то откладывать. У меня в приоритете это путешествия. И когда я смогла ещё при кое-какой там работке, да, я работала тогда на сестру в магазине одежды, поднакопить что-то, я поняла, когда я первый раз накопила 35 тысяч, поехала в Карелию, и со мной была одна моя знакомая, которая у меня вконтакте до сих пор в чёрном списке, потому что получилось так, что мы с ней жили за мой счёт, потому что она в Питере умудрилась все деньги за 8 часов потратить. А планировалось, что мы где-то 2 недели в Карелии живём, и вот сколько-то дней она жила вроде как за свой счёт, но потом жили за мой счёт, она мне несколько тысяч не отдала до сих пор, не считает нужным этого делать. И я тогда помню, у меня было 35 тысяч. Вау, 35 тысяч, это так круто, я смогла столько отложить, смогла сколько-то не потратить. Я очень много денег всё время тратила на косметику, на эфраши, грин-мамы, на чай, на ещё какие-то вещи, и вот это потом всё раздаривалось по большей части. Так же, как вот эта вся парфюмерия, косметика и чай. Ну, две трети я раздаривала, одну треть у меня утаскивали, мои друзья. И потом получается, что у меня как-то случилось под 40 тысяч, и когда у меня было 120, что ли, тысяч, мне буквально тридцатки не хватало, чтобы гонять в Японию чисто так вот, ну, на неделю со всё включено, скажем так. И у меня случается этот переезд, что надо вкладываться в мебель, надо вкладываться немножко в ремонт. Спасибо родственникам, мне где-то половину ремонта и мебели, скажем так, оплатили. Может быть, это, конечно, не такой ремонт, как хотелось бы, да, вот кому-то, но для меня это было так приятно, что со мной ходил человек, меня брали по магазинам, спрашивали моё мнение, какой я хочу, какого цвета обои, меня уговаривали на этот потолок, здесь потолок мне сделала тётя, на кухне я сделала сам потолок, натяжной, навесной, я их вообще на самом деле путаю, но полностью натяжной. И со мной советовались по каким-то элементарным вещам, моё мнение учитывалось, мне это было очень приятно, и кто-то, я знаю, что обсуждали мой ремонт, что он какой-то не такой, или ещё что-то, мне он очень нравится. когда, в общем, вернёмся к той теме, я не знаю, кто-нибудь там, когда я это всё смонтирую, досмотрит, до того момента, где я упомянула, что у меня инвалидность, я это очень скрывала, потому что, когда мне сказали, мне 18 лет, я закончила школу уже, и полгода проучилась Педе, но так как я болела, плюс была, очень часто болела, у меня в этот же год осенью умирает дедушка, и человек, который на тот момент заведовал, не знаю, заучили, кто-то там в нашем углическом филиале Педа, и ещё несколько учителей, включая ребят из моей группы, с которыми я училась, согруппники, девочки, у меня столько палок колёс оставляли, я не знаю почему, может быть, я какая-то не такая была, или я как-то не вписывалась в компанию, но, допустим, я сидела на первой партии, а в журнале посещения отмечалось, что меня нет, или я действительно болела, у меня была справка, уважительная причина и тому подобное, но мне ставили как бы двойку за какой-нибудь предмет, на котором я физически не могла быть, в общем, мне всячески намекали и прямым текстом сказали, что или я отчислюсь не по собственному желанию, мне даже практику не засчитали, хотя я ходила на эту практику с октября месяца с другой девочкой и в вторую школу, или же, хотя я поступала как бы на ночфак и дизайн, ну, дизайна там было два урока, было больше ночфака, начальные классы, если кто-то вдруг не понял, начальные классы, факультет, это филиал был нашего педа, в который я потом поступила, и мне предложили или взять академку, или мы тебя как бы отчислим, я взяла академку, и на следующий год поступила на библиотечное, и тогда на тот момент в культе был рисунок, но не было уже на тот момент заочного, но что-то преподавался какой-то рисунок одно время связанное что-то с рисунком на библиотечном отделении, в итоге я просто поступила на библиотечное, потому что мне сказали, если ты закончишь библиотечное, мы возьмем тебя как, работать так же, как мою маму в библиотеку, ну, конечно, это было только два месяца, два лета подряд на замене, и ничего такого серьезного больше не было, собака лает, я не знаю, слышно было эту собаку или нет, она давно не лаяла на потолке, на втором этаже надо мной, и когда вот мне, как бы я уже вот не в педе, но я что-то часто болела, там еще эта депрессия была, как бы зрение минус 20 на тот момент было, оно еще не стало минус 13,5, один глаз минус 13,5, другой минус 13, у меня левый чуть лучше на полдиоптри, чем правый, на тот момент было минус 20,5, зрение, значит, не совсем вовремя заметили, что у меня вывих из шейных позвонков, и они на тот момент в принципе уже исправились, но я была в таком физическом состоянии ужасном, не считая еще депрессию, и мне еще ставят этот диагноз, еще эпилепсия, что посттравматическая эпилепсия, причем очень много людей до сих пор, девочка, которая ко мне приезжала, я не знаю, смотрит она меня сейчас, смотрит вообще АСМР, очень странно реагировала, когда я ей сказала про то, что у меня эпилепсия, я поняла, что очень много людей, которые думают, что эпилепсия это в первую очередь ты падаешь в обморок, у тебя изо рта бежит пена, и тебя колбасит, так вот, не знаю, как там судороги, не судороги, у меня есть судороги, эпилепсические есть, просто судороги, я не помню, с чем они связаны, но с детства, где-то с 4 класса, когда у меня мама развилась с отцом, у меня был, видимо, какой-то такая детская травма, считается, наверное, так, я очень нервничала, очень переживала этот момент, и у меня первая судорога была в 4 классе начальной школы, в момент, вот, у меня справка от физкультуры, после какой-то очередной чихающей, кашлящей болячки, и мы, те, кто не ходил на физкультуру, читали книжки определенные в школе, ну, на уроке, как бы, чтобы не где-то там слоняться, а именно сидеть вот в кабинете, и у меня случилась первая судорога, я помню, меня по врачам таскали и спрашивали, там, мигрени дикие были, типа того, что у тебя бывают судороги, я была уверена, что судороги, это вот как раз вот это вот, вот с пеной рта, мне никто не говорил, что такое судороги, и когда вот мне ставят этот диагноз эпилепсия, во-первых, мне было очень неудобно, потому что мне казалось, что я не человек, я перестану быть человеком, потому что часть друзей, когда я еще только стала носить очки, от меня отвернулись, и стали, ну, соответственно, называть очкариком, только моя вот на тот момент подруга детства, лучшая подруга, она нормально это восприняла, очень ограниченные люди, меня нормально восприняли в очках, хотя как бы очень много людей в очках, на самом деле, каких-нибудь известных людей в очках, с кем-нибудь общаешься, и думаешь, что он просто обычный человек, а у него, ну, как бы зрячий человек, да, а у него линзы, и я во флуделке вопрос такой задавала, вот как бы вы среагировали на то, что вы общаетесь долго-долго с человеком, внешне совершенно идеальный человек, и вдруг он вам говорит, что у меня там, допустим, искусственная рука или нога, или искусственная кисть руки, как бы вы среагировали? среагировали в плен, я помню, сказала Николаева, кажется, фамилия, мамочка в декрете с двумя детьми, уже, уже двумя, молодец вообще, я считаю, двоих родила, воспитывает, и как бы, что удивилась бы, но восприняла как, ну, как должное, как нормальный факт такой, и я вот, когда понимаю, что вот, ну, эпилепсия, да, эпилепсия, кстати, у меня второй тип, это очень редкий такой саура, я знаю, что вот я в такой-то момент, если не выпью эту магнезию с водой, я ее развожу, я знаю, что люди ее колют, я ее развожу с водой, обычно разводят ее с водой, чтобы сходить по-большому, особенно, когда пытаются похудеть, а у меня вот, ну, такой эффект, что у меня, значит, проходит голова, проходят судороги, у меня становится сразу хорошо, и в обморок не хочется падать, вот у моей знакомой, вообще у меня есть несколько людей, включая мужчин, у кого есть эпилепсия, и у них очень страшные эти темы проходят, и когда я с подругой с одной ездила по путешествия, первый раз увидела ночные вот эти страшные приступы, это вообще жуть, я не знаю у нее сколько этих типов, сколько вот подтипов, я у нее как раз взяла эту книжку, я еще думала начать это с МР, пролистывая книжку про эпилепсию, но если вам интересно, я могу ее полистать, я ее периодически читаю, узнаю много интересного, и у меня очень оно редко, на самом деле, в 2012 году первый раз только проявилось, мне очень не нравилось, что мне поставили этот диагноз, я не верила, что она у меня есть, потому что как бы, ну, нет никаких предрасположенностей, кроме того, что вот только трещина в височной кости, и что если трещина в височной кости после ДТП, то вы еще при этом выжили, то это значит, что уже у вас будут височные эпилепсии, височные эпилепсии как раз делятся на кучу всякого всего, вот эти страшные приступы, когда человек вдруг заваливается, у меня есть вот человек знакомый, и если ты не знаешь, что у человека такая вот болячка жуткая есть, то, ну, кто-то смеется, кто-то не поймет, я как-то была на мероприятии, когда моя знакомая вела, была ведущим, и она, ей стало плохо, и людям настолько было пофиг, которые вот в лицо тебе лебезят, какая ты хорошая, белая и пушистая, но когда человеку действительно стало плохо, и нужна была помощь, я просто уже не то, чтобы я кричала, я на них тявкнула, на этих людей, что нужна помощь, что помогите, всем было пофиг. Это очень на самом деле страшно, но вот у меня как бы я ощущаю, когда будет. У меня была пара приступов во время стримов, когда вот только-только еще мне подарил подписчик камеру, который решил остаться анонимом, ну, я знаю, как зовут, но вам не обязательно это знать, с которой я стримлю обычно. И меня тогда раскручивали типа 3 часа, стрим 4 часа стрим, у меня белая полоса идет перед глазами, я одним глазом вижу, другим уже нет, я понимаю, что мне очень плохо, я сейчас варюсь в обморок, но я почему-то думала, что я должна, я вот должна вести этот стрим, не знаю для кого, что я должна развлекать кучу людей, которым на меня по большей части насрать. Я это сказала, пофиг, плевать, что большая часть этих людей просто смеется надо мной. Я, знаете, заметила, вот некоторые люди мне посылали посылки, а потом стали меня хейтить. Я вот этого не понимаю на самом деле, потому что если мне человек неприятен, я ни в жизни потрачу на него деньги, тем более время. Некоторые вот как раз в стриме и были такие, люди по большей части сидели в чатике стрима, которым было плевать на меня, они приходили развлекаться, и, ой, Лёля, ну давай на 3 часа, ну давай на 4 часа. И как бы человек нормальный, это понимаешь, что это тяжело, общаться даже с монитором вот 4 часа подряд. А если у человека ещё какие-нибудь обмороки бывают, то это вообще тяжело. И я пару раз ловила вот этот обморок. С виду это было незаметно. Возможно, там у меня как-то сильно руки трясли, сильнее, чем обычно, или ещё что-то. Но с виду это было незаметно. Если ты не знаешь, что такое может быть, то ты и не поймёшь. У меня же случается именно так, что один раз два года назад я была в гостях у маминой подруги и девочки, с которой мы общаемся, соответственно, с её дочкой. Мне было очень неудобно сказать, что мне плохо, и что мне нужно развести эту ампулу магнезии в воде и выпить. Я до последнего сидела, я полчаса терпела. Они меня потом, правда, ругали, ну типа, вот чего ты стесняешься, нашла чего стесняться. Также я стеснялась очень долго того, что у меня инвалидность. Потому что, ну как бы, почему-то принято считать, как я уже, наверное, говорила, и вот сейчас ещё повторюсь, что если у человека инвалидности, допустим, у человека нет руки, ноги, там, ухо, глаза или ещё что-то, он действительно инвалид, да, ему надо помогать. Если человек внешне выглядит, как обычный здоровый человек, то он, наверное, филонит, он какой-то врун, ещё что-то. Вот такие все негативные оттенки идут. У меня подруга, когда узнала, одноклассница такая, даже не, что у меня инвалидность, она боялась, что мне дали инвалидность, эту вторую группу, она боялась, что я упаду в автобусе, если меня не посадить. Она пыталась меня, вот мы едем куда-нибудь в автобусе, даже по городу она пыталась меня посадить. Насильно ещё ругала. Я понимаю, что она беспокоилась, всё такое, но мне внешне, ну вообще это вот, ну, внешне незаметно по человеку, а мне было очень неудобно. Мне настолько это было неудобно, как у меня есть, у нас по области такая фишка, что проездной пол цены за, видимо, это будет ролик обо мне. Я подозреваю, что это было нужно исключительно мне самой, потому что большинству людей пофиг. Есть нормальные подписчики, которые знают, что я пережила ДТП, что это очень страшно потерять маму, что очень страшно осознавать, когда ты переворачиваешься, тебя достают из машины, и ты понимаешь, что только ты выжила из всех троих людей, и весь этот ужас, и я несколько лет не могла нормально говорить об этом, когда меня спрашивали, я плакала стабильно, и сколько-то лет, я спустя несколько лет только смогла спокойно смотреть на фотографию мамы. В общем, я тут уходила, но я снова тут. И если у меня батарейки хватит, я вообще специально флешку одну освободила, то я потом специально ещё пошуршу, ну и постараюсь это смонтировать уже тоже после вот этого ролика. Я закончила, помню, на том, что я упоминала проездной, проездной у нас по области даётся многодетным детям, ну в смысле детям из многодетных семей, потом оставшимся в живых, ветеранам труда, войны, или ещё каким-то там ветеранам, просто пенсионерам, то бишь как бы те, которые отработали столько-то лет там на государство, и вот у них уже теперь пенсия заслуженная, и инвалидам. И у меня он как бы на полцены по городу, да, и ещё там по межгороду, соответственно, распространяется. И я, видимо, вот сейчас будет ещё, наверное, один подхерт у зрителей, если они до этого момента ещё досмотрели, не будет этих штучек проводить шуршу, вот здесь не шуршу, потому что я практически не шуршу, только такая вот, полтология такая. Я так поняла, что тихий голос тоже слегка усыпляет людей, в общем, очень долго до меня докапывались разные контролёрши местные, что, в общем, как бы показываешь проездной, на проездном написано обычно ФИО, фамилия, имя, отчество, и дата рождения, да, и тебе его пропечатывают, и живи дальше. До какого-нибудь алкаша с алкашным видом лица, обычно мужика, не докапываются, откуда у тебя вот такой проездной, и правда ли ты вот там пенсионер, инвалид или ещё что-то, да. А он пенсионер, в смысле как вот отработавший своё. Откуда до какой-нибудь там тётки непонятного вида тоже не докапываются. Видимо, у меня на лице всё-таки визуально я моложе своего возраста, потому что одна женщина на меня стабильна ещё, когда я на механке взяла, докапывалась, паспорт требовала, что типа паспорт у меня поддельный, что я вообще у кого-то там отобрала, что ещё стыдила меня, как это вот ты выдаёшь себя за инвалида, ты внешне вся такая нормальная, здоровая. Хотя есть куча, вот у меня у бабушки тоже была инвалидность, и потом дали какую-то группу, уж не помню, вторую тоже вроде бы. у неё больное сердце было уже просто по старости, там она была ветеран труда, и у неё была ещё вот эта инвалидность, вторая группа, и как бы сердце, оно внутри, и никто не заметит, как бы внешне по человеку не видно, больное у него сердце, или здоровое сердце, вот так же с другими какими-то возможными болячками. Если, допустим, умственную отсталость, можно на лице рассмотреть у людей, у меня есть одна знакомая такая, то вот подобные какие-то, их незаметно, ну как бы как мозги вот у человека, если они есть, то это заметно по человеку, а если мозгов, точнее, если мозги у человека есть, то их как бы незаметно, внешние мозги незаметно, но если мозги отсутствуют, тупость, да, то это очень видно. Тут так же, и меня стыдила эта женщина, что вот, значит, ты там у кого-то скоммуниздил этот проездной, да у тебя паспорт вообще левый, хотя как бы там, ну на паспорте у меня такой рик, будто меня огрели мешком картофельным из-за угла, и напугали при том, ну как обычно у людей, на паспорте редко фотография красивая, и что вот я выгляжу моложе, чем написано там 84-й год на, проездном, потом как бы сейчас уже нормально, видимо, уже я, моё лицо приелось людям, я часто, не то чтобы часто, я на самом деле сейчас очень редко езжу и на маршрутках, и на автобусах, которые вот эти как бы льготные, но было мне вот чисто очень неприятно, я понимаю, что люди просто по большей части вот такие глупые, они не осознают, они не пытаются встать на сторону человека, они не пытаются взглянуть на себя со стороны, как это выглядит, что это обижает людей, учитывая, как в обществе в принципе относятся в большинстве, не знаю, как в других странах, но в России как-то это вот хотелось сказать в большинстве стран, но мне хочется сказать, что хотелось бы сказать, что в большинстве стран, надеюсь, я почитаю как-нибудь про эту тему, как относятся в других странах к людям, которые социальный статус имеют инвалидов, инвалиды по социальному статусу, скажем так, Но это, учитывая, как в России большинство людей относится и пропагандируется, хотя как бы есть и закон, что дается, допустим, организации бюджетной какие-то деньги, льготы, если они принимают на работу инвалидов, и места специальные рабочие для инвалидов существуют. Но благодаря нашему президенту Путину спасибо ему за это. Но все же еще вот этот осадок есть, вот как отношение к людям, что если ты инвалид, то ты не человек, что ты полчеловека или еще как-то. Мне была очень неприятна вот эта тема, когда показываешь проездное, и еще надо доказывать, что это твой проездное, что я действительно именно такого года рождения. С другой стороны, комплимент, да, это как бы я выгляжу моложе, чем я есть. И кто-то мне в комментах, много мне в комментах такие люди. Люди, которые, кстати, в жизни мне тоже такие же люди, не те же, но такие люди, именно такой типаж людей, говорили, особенно те, которые девочки какие-нибудь лет с 13-14 начинали курить и бухать, соответственно, свои 18-20-25 выглядели уже как мама-не горюй. Тут еще Франкенштейн, скажем так, образно говоря. И если ты их чуть старше, а выглядишь лучше, чем они, то, конечно же, это надо сказать тебе, что ты что, да ты старуха, да ты страшная, да ты черти кто там. Во-первых, красота понятия растяжимая, так же, как страх божий, чертов и так далее природный. Ну и вот эта вот тема с инвалидностью, с какой-то там считается, что это какая-то ущербность. И тот момент, когда вот говорят, что, допустим, а, да ты не работаешь, ну и сразу вопрос, на чё ты живешь. В принципе, людей должно волновать, на чё я живу, или на чё живет другой какой-то человек, оппонент этого вопрошающего. Только в том случае, если этот человек собирается с ним вместе жить, расти детей и тому подобное. Ну и рассматривать его, типа, как вот вместе скидываться в общую казну, там, возле их нам хватать на еду, житьё и так далее. И в том случае, если хочет помочь материально, как я говорила в начале ролика, я считаю, что зарплата бюджетника, зарплата от какой-нибудь частной организации, серыми купюрами, или как это там называется, социальные выплаты, любые вообще. Вот мать, женщина стала матерью воспитывать ребёнка, получает этот, кто-то материальный капитал, получает исключительно, чтобы вот я рожу второго ребёнка, мне дадут материнский капитал. Кто-то его получает, потому что родил второго ребёнка, потому что хотел этого второго ребёнка, и потому что понимает, что это огромная ответственность, рожать детей, воспитывать и так далее. Кто-то живёт на пособии, лишь бы где-то там в какой-то стране, вот я знаю, что у меня, допустим, приятель один есть, и очень много людей в той стране, где он обитает, живёт на пособии и как-то особо работать не жадит. А есть те, которые просто не могут найти работу, и вот у них это пособие. Допустим, человек увольняется с бюджетной организации, идёт на биржу труда и ждёт, когда ему подкинут какую-либо работу постоянную, но в эти полгода он получает, значит, монетку от этой биржи. Почему-то это не считается чем-то плохим, но почему-то считается сразу чем-то плохим, если ты не работаешь из-за того, что у тебя на данный момент… На данный момент не работаешь официально, не работаешь на кого-то ещё, не работаешь даже сам на себя, или не работаешь… Ну, работа подразумевает исключительно денежную оплату. Почему-то не считается работой волонтёрства, не считается работой… Та же запись роликов… Не считается работа по дому. Есть люди, которые, допустим, домохозяйки, да, и никакое государство деньги не платит, их содержит, допустим, муж, но с другой стороны они впахивают по дому, это тоже как бы работа. И почему-то именно плохо относятся к тем, кто получает социальное какое-то пособие. Есть люди, которые просто физически не могут себе позволить какую-то конкретную работу, устроиться на эту работу. Есть вариант такой, что нет места. Очень часто в России вообще как бы с одной стороны безработица конкретно такая, а с другой стороны как бы и места есть, но не все могут. И, скажем так, по большей части где-то дофига требуются работники, а с другой стороны безработица. Вот полка двух концов такая, и там не ам, и тут не дам. А ещё момент такой, что человек физически просто не может, допустим, потянуть какую-то работу или что-то. Или вот я бы с радостью занималась дистанционно какими-нибудь щитами, цифрами, бумагами. Был момент такой, занималась, работала. С такой пейки, честно, за рубли. Ещё такой момент, вот был период жизни, что я не могла вставать раньше 9 утра. Если я вставала в 8, я могла упасть в обморок и вообще так отвалиться часа на 4. Или просто физически никакая. Ну, я теперь умею ходить в обмороке. Но фишка такая, что тыкать человеку, его какой-то болячкой, во-первых, как бы… Я ещё заметила, вот и общалась. Ну да, вот я состояла в этом, посещала этот… Теперь он таким стал этот клуб театральный. А как же его там? Театр книги любительский при библиотеке. Изначально это был театр книги, созданный человеком, который чисто был библиотекарь. Для библиотекарей и такой кровеческой направленности было. Если интересно, можете почитать мой диплом. Он лежит на архивах Орк полноценным таким файлом. И кусочек литературной части лежит на всяких стихах Ру, прозах Ру и так далее. И под моим ником, и под моим имя, фамилией. И, ну, суть такая, что потом это переделали исключительно, как уже пришёл новый человек, принялся на работу и стал заниматься этим театром. Она даже грант, я помню, выиграла по Ярославской области работа с инвалидами, что я посещала этих… этот клуб театральный. Мне чисто нравился сам театр, сам процесс, само выступление. Там как бы пару раз пришёл на репетиции, прочитал текст и запомнил. Я там видела разных инвалидов. Я видела тех, которые работали, будучи инвалидами. Я видела тех, которые не желали работать в любом случае. Я видела тех, которые получили инвалидность, потому что по пьянке. По пьяне, в наркоманском состоянии на машине перевернулись. Мы в трезвом состоянии на машине перевернулись. Тёмная история и до суть не о ней. И как бы два погибло, один случайно выжил, да, то бишь я. А был такой человек, который, допустим, сбил на машине кого-то насмерть, сам при этом выжил, лицо себе покуролесил, лицо ему пластикой восстановили, после дали инвалидность, потому что вот там он чего-то не может. И он считает, что это круто, что у него инвалидность, что он может не работать, он может ничего не делать, может дальше бухать, гулять и тому подобное. Человек не пытается измениться. Я к тому веду, что уроды моральные есть везде, и среди полноценно здоровых, и среди не совсем полноценно здоровых, которых, допустим, государство не даёт ему возможность стать инвалидом, но при этом он как бы что-то у него стабильно болит. И среди тех, которые считаются ущербными, потому что они инвалиды, потому что официальные государства признанные, потому что у них там первая, вторая, либо третья группа, и среди всех людей встречаются моральные ублюдки, если честно. Я думаю, что об этом всем известно. Это так же, как люди делят некоторых на нации, и что вот эта нация плохая, эта нация хорошая. Я помню, я ездила в Эстонию, мне так понравились эти люди. Одна моя знакомая меня ругала, что вот, тебе просто не попадались плохие. Когда я туда ехала, меня очень много людей отговаривало, и очень много говорило, что как там всё плохо, как там плохо относятся к русским. Я считаю, что к русским есть русские такие уроды, так же, как к любой другой нации. А есть русские очень даже нормальные. И если ты к человеку хорошо относишься, то человек к тебе тоже будет хорошо относиться. Есть, конечно, исключения, когда ты к человеку хорошо относишься, тебе говно на лопате. Но я про то, что уроды моральные есть везде. И если ты физически чем-то от других людей отличаешься, это не значит, что ты и морально тоже какой-то не такой. Я подвожу к тому, что, в принципе, надо нормально воспринимать деньги, которые человек получает, либо он получает, потому что там с 9 до 6 проторщал на какой-то работе. Бюджетная организация. Бюджетная организация. Я, кстати, тоже плачу налоги, допустим, отчисления за кусочек земли в деревне. Налоги, они пополняют бюджет. Бюджет за счет этого выплачивает зарплату. Бюджетная организация, ну, там, в идеалах делает асфальт хороший на дорогах, еще что-то, еще что-то, еще что-то. И выплачивает ту же пенсию по выслуге лет, пенсию социальную, социальные выплаты. Это вот бюджет. Ну, или же частники, которые, кстати, частные предприниматели, они тоже платят налоги в принципе. Я к тому веду, что не зазорно, если человек на инвалидности. Не зазорно, если мать-одиночка воспитывает ребенка и живет по какой-то причине на пособие. Потому что, допустим, ей идет ребенку уже 3 года, но садик не дали. Вот у меня есть друзья, у которых маленькая девочка, ей 3 года, но государство садик не дало. Хотя садики как бы есть, места в садиках тоже как бы есть. И вариант, либо ты платно отдашь садик ребенка, и будешь прилично так откидывать денег, но при этом особо на работу возможности полноценно нет устроиться. Или ты будешь сидеть дома с ребенком в ожидании этого садика. В принципе, тоже без работы. И точно так же, что если человек где-то впахивает, то получает деньги за это. Потому что я считаю, что в принципе государство обязано поддерживать тех, кто по вине, я считаю, государство все-таки. Потому что была бы нормальная медицина, была бы нормальная экология или еще что-то. Была бы нормальная ровная дорога, кто-то там бы не перевернулся. И даже вовремя оказанная медицинская помощь делает человеку жизнь лучше. Поэтому если вовремя не была оказана, допустим, медицинская помощь, или в нормальном виде она не была оказана, и что какая-то там несчастный случай приводит к какой-то физической проблеме у человека, что ограничивает его возможности по той же работе устроиться на работу или получить образование именно в той сфере, в которой он хотел бы изначально, то это вина именно государству. И государство в принципе нормально, что поддерживает таких людей. Точно так же, как государство выделяет из бюджета деньги на бюджетные организации, дабы оплатить зарплату бюджетникам. В общем, я вряд ли, конечно, достучалась до тех людей, которые считают меня супер каким-то злом, фееричным уродом или ещё кем-то. А те, кто ко мне нормально относился, я думаю, так же и продолжат относиться нормально, потому что в принципе моя эпилепсия на вас же не влияет, и то, что я получаю от государства в середине месяца деньги, каждый месяц, на вас тоже не влияет. Я же не из вашего кошелька их получаю, так же, как вы получаете зарплату не из моего кошелька. И я не влю на жалость, если влю кто-то так решил. Но если кто-то решил, ведь что-то кто-то решил, это человека не переубедить, человек будет так дальше считать. Просто я не озвучивала эту тему раньше. Во-первых, действительно, меня это очень смущало, меня это очень напрягало. Я почему-то чувствовала себя не человеком, хотя как бы точно такой же человек, как все остальные люди. И я не считала это нужным, но когда очень часто вопрошают эти вот, типа, на чё ты живёшь, и даже больше из-за того, что эти йоты на форуме насиков, хоть тема там уже полгода как сдохшая, надеюсь, так и будет продолжаться, подняли этот вопрос, и, во-первых, это личное дело каждого, кто там что зарабатывает, кто кем является. Но когда ты как бы общественная личность в каком-то плане, да, этот блогер, да, типа, раз уж залезла в камеру на YouTube, то принимай, радуйся, что в тебя кидают камнями. Меня кидали камнями, когда я стала носить очки в прошлом районе жития. Те, с кем я дружила до этого, когда я не носила очки. Но ты лишь говоришь о людях, о самих вот людях, о их внутренности, об их говне внутреннем, да. Если, ну, я решила, что под этим роликом я оставлю все комментарии, какие бы ни были, и, конечно, если там будет какой-то уж совсем срач, то я буду выметать веником, потому что, я думаю, люди не любят вот… Ну, есть те, конечно, которые срут под себя, а есть те, которые все-таки убираются у себя дома. Если кто-то приходит кому-то в гости, то снимают обувь и одевают тапочки. Так что будьте как дома, но не забывайте, что в гостях. Я надеюсь, что все-таки словили мурашки. Возможно, я все-таки не знаю вторую часть, я говорила. Слишком тихо, слишком громко, но вроде как тихо. И я постараюсь записать отдельный ролик просто с руками, с вот этими бумажными цветочками и, наверное, без говорения. Потому что я что-то вот раньше, я просто не присматривала в своей СМР, где я там говорю и шуршу, одновременно я говорю и шуршу, или просто шуршу отдельно говорю. Но когда я начинаю шуршать, мне кажется, что голос будет заглушать вот это шуршание, и будет какая-то каткофония. Если вдруг кто-то наберется с храбрости и напишет, типа, Лёля, я такой же, как и ты, не обязательно с эпилепсией, то я буду рада почитать ваши комменты. И нормальные, адекватные люди скажут мне, или просто подумают, или на моем бы месте сказали, что-то подобное услышать. Спасибо за то, что нам доверилось. Так вот, спасибо мне за доверие вам, и спасибо вам, если вы досмотрели до конца. Всем пока!